Заключительная домашняя серия матча регулярного чемпионата студенческой хоккейной лиги состоялась в Ледовом дворце «Трактор». За победу боролись команда Омского государственного университета имени Достоевского и команда Южноуральского государственного университета «Политехник». Поддержать хоккейную команду ЮРГУ приехал ректор вуза Александр Вагнер. Перед началом встречи он произвел символическое вбрасывание шайбы на лед. На самом деле, сейчас сегодня встречаются две очень сильные команды. Это команда «Политехник» Южноуральского государственного университета. И, честно говоря, если сегодня эта серия встречи с Омским университет закончена победами, и мы наберем два очка, то мы возглавим нашу конференцию, и парни будут иметь практически стопроцентные шансы поехать уже на финал в Сочи. Матч протекал под диктовку команды «Политехник». К концу первого периода игроки сборной Южноуральского государственного университета вели со счетом 2-0, а в завершении второго выигрывали с разницей в три шайбы. Хоккейная команда Омского государственного университета в третьем периоде смогла отыграться и перевести игру в овертайм, который завершился в ничью. В серии после матчевых бросков победу смогла одержать команда «Политехник» Юргул. Сейчас идет завершение первого этапа регулярного чемпионата студенческой хоккейной лиги. Это два заключительных матча домашних, в которых мы должны были с задачей минимум взять два очка, что мы сегодня сделали, чтобы занять на Востоке итоговое первое место для более высокого места для распределения пар 1-8 плей-оффа. После субботних встреч в Восточной конференции определилась итоговая тройка. Ее победителем в сезоне 2023-2024 стал «Политехник». Успех в первом поединке с МГУ позволил команде Юргул сравняться по набранным очкам, слетировавшей в конференции командой Уральского государственного университета физической культуры и определить их по дополнительным показателям. Промежуточные результаты, они уже состоялись, их никуда не отменить. Я думаю, что это хороший опыт ребята получили. Нам очень нравится соперник из Магитогорска. Хорошая команда появилась в этом сезоне. Ну и те соперники, которые у нас были, они, наверное, тоже заслуживают своего уважения. Ну и с другой стороны, хотелось бы тоже пожелать нашим ребятам не останавливаться, потому что впереди финал, те команды Запада, которых мы еще не видели. Команда нашего ВУЗа готовилась к матчам в плановом режиме. Так игроки «Политехника» регулярно тренировались не только на льду, но и в зале. Как вы готовитесь к домашним матчам в регулярном чемпионате СХЛ? Ну, у нас ежедневные тренировки, лед, земля. Усиленно готовимся, прорабатываем тактики и просто входим в режим. У нас все пацаны собраны. Обычно все как бы делают одно дело, думают над победой, стараются допускать ошибок. Во втором матче с омской хоккейной командой сборная Юрку одержала победу со счетом 4-3. Матч завершился в серии после матчевых булитов.